Приветствую всех! Всем хорошего вечера! У меня в гостях Анатолий Яйцо. И Толик, привет! Всем привет! Привет, Русское радио! Это Вань. Славян, знакомься. Очень привет. Мы уже познакомились. Да, мы уже познакомились. Молодцы. Когда мы танцульки только что пилили. Сейчас будем их публиковать в наших соцсетях. Ищите их, поднимут вам настроение. А танцульки у нас мы уже успели записать под новую только песню. Называется «Лавочки». Ну, за эти два года, что мы с тобой не виделись, расскажи, что у тебя интересного в творчестве произошло. Ой, столько всего произошло. Давай, по порядку. Написал кучу песен, много клипов вышло. Сейчас планируем вообще столько всего. Хотим новые какие-то шоу. Принял участие в огромном, наверное, количестве различных ТВ-шоу. В принципе, они все такие очень шумные, очень известные. Поэтому это сейчас уже по прошествии времени можно найти все в интернете. Но мы видели, большинство из них видели, следили за этим. Да, спасибо. Ну, в общем, работаем, не покладая рук 24 на 7. Я последние два года вообще, наверное, работаю так, как никогда в своей жизни. Очень много. Вообще нет свободного времени для отдыха. Но мне, кстати, нравится больше работать, чем отдыхать. Я с тобой согласна. Потому что, когда особенно эта работа, приносящая удовольствие, это счастье. Ну, наконец, два слова про песню «Лавочки», которую сейчас будем слушать. Да, песня «Лавочки», ну, это вот такая ностальгическая песня про каждого человека, который ее услышит. Потому что у нас у всех была первая любовь. У нас всегда каждый сталкивался, не знаю, вот со свиданиями где-нибудь в парке, на лавочке. А, вот поэтому «Лавочка», да? А я думаю, почему «Лавочка» песня называется? Давайте слушать уже в предвкушении. Анатолий Цой только что представил нам новую песню. Класс! Я тебя хочу похвалить. Песня классная, действительно хитовая. Спасибо. Спасибо большое, очень приятно. Да, мне хочется, чтобы она звучала на русском радио. Я верю, что, может быть, так оно и будет. Я тоже в это очень верю и надеюсь. Слушай, ну, сегодня у слушателей спрашивала, как они с годами изменились, что в них изменилось к лучшему. Очень много интересных сообщений было. Я тебя знаю со времен М-бэнда. Я помню, сколько, 8 лет назад я вам вручала на одной популярной музыкальной премии награду. Вы тогда были прорывом года. И действительно, вы были, ну, настолько талантливые, молодые, прекрасные. Прошли годы такой же молодой, талантливый, прекрасный. Ну, наверняка, ты знаешь сам, что в тебе что-то, произошли какие-то изменения. Да, я повзрослел, это точно. Набрался опыта, где-то мудрости. Уже не распыляя, наверное, себя вот так сильно. Уже понимаю, наверное, что мне нужнее. Более четко для себя как-то охарактеризовал свои цели, свои мечты. И вот иду к ним. С какими сложностями ты столкнулся? И вот три года, как ты солист, ну, как ты сам работаешь, не в коллективе. Это, конечно, совершенно разные истории, да, работать в коллективе и работать самому. Вот что, не жалеешь ты, что ты ушел из коллектива? Какие трудности были? Не жалею точно, потому что время действительно уже пришло, группа себя изжила, но сольно гораздо сложнее. Сложнее, когда тебя на сцене элементарно, вот самое первое, что приходит в голову, на сцене тебя никто не может подменить, если вдруг там ты забыл слова, или там поперхнулся, еще что-то. Ответственности больше. Да, то есть нас, мы всегда друг друга поддерживали. Очень часто у артистов бывает такое, что вот просто белый лист, ты не помнишь слова, хоть убей, хотя эту песню ты там исполнял тысячи раз. Я тебя, хочешь, научу, я уже столько лет на сцене. 45-46 надо говорить, по-моему. Нет, нет, не надо. Нет, так мы поем вживую всегда, у меня живые музыканты, там так не сработает. Начинай, ла-ла-ла, ребята, я забыл слова, ну, поклонники, помогите, они тебе кидают слова, и ты тут же начинаешь. Действительно, вообще это круто, когда вот зал знает слова, они подпевают, и они очень часто выручают, это круто. Ну и плюс вообще делать всю, скажем так, внутреннюю кухню, очень много работы, невидимого фронта, которые приходится делать, и, конечно, в группе как-то это все давалось проще. Сейчас это немножечко сложнее, потому что порой не хватает времени. Ну ладно, ничего, сложности, они закаливают мужчин, нормально. Да, 100%. Итак, Анатолий Цой сегодня с нами. Я вспомнила шутку на тему, которую сейчас я с тобой хочу размять. Фильм, который никогда не будет снят, называется «О чем молчат женщины?». Есть такое, да. Дело в том, что Толик, он большой киноман, любитель кино. Да, это правда. Я вообще не понимаю, как ты успеваешь смотреть кино, потому что у меня вот реально, я тоже люблю кино, но у меня, я знаю, что выходят хорошие фильмы, но я не успеваю их смотреть. Я жертвую сном. Сном? Сколько ты спишь? Ну, три, максимум четыре часа. О, ужас. Ну, в 33, наверное, это можно. Это нормально, это можно. Пока еще можно. Ладно, а еще я знаю, что при просмотре фильма ты поддерживаешь всегда отрицательного героя. Ну, мне очень нравится. Я всегда оцениваю, да, вот отрицательного героя, и смотрю, справился он или нет. Если справился, для меня это прям так круто. Уничтожил он мир или нет? Нет, 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 именно с ролью, потому что... Актер? Ну, отрицательная роль, она всегда гораздо сложнее, чем положительная, и здесь актер должен сыграть так, чтобы реально все его возненавидели. И вот если у меня появляется такое чувство, что я где-то прям начинаю недолюбливать его, я понимаю, что он действительно круто сыграл, что вот я ему поверил. А ты в этом делал? А я думала, что ты просто плохой парень, и ты себя отождествляешь с ними. Нет, мне просто, не знаю, почему ты вот всегда им привлекала именно отрицательная роль. И я вот мечтаю сниматься в кино, и мечтаю сыграть какую-нибудь большую отрицательную роль. Вот, ну девчонкам же нравятся плохие парни. Всем, кстати, да. Я хочу вам сказать, что все зависит от того, то ли хочет получить себе в девушке обычную женщину или девушку, или отдельно стоящую, потому что не всем. Девушкам нравятся плохие парни. Да, ладно. Отвечай на вопрос. Обычная или отдельно стоящая? Ну, наверное, отдельно стоящая. Да? Да. Ну хорошо, поэтому ты до сих пор в поиске. Ладно. Поэтому ты одинок. Слушаем песню про отдельно стоящую женщину в исполнении Дениса Клявера. Вот ему всегда на таких везло. И впереди у нас будет Блиц про кино. Если ты дома один, потуши свет и включи фильм ужасов. И вскоре тебе уже покажется, что ты не один дома. Музыкант и киноман Аната Лицоя у меня сегодня в гостях подготовила для тебя специально Блиц, в котором узнаем, все-таки ты больше положительный герой или отрицательный. Хорошо. Удастся ли тебе, скажем так, сыграть отрицательного персонажа? Блиц со звездой. А если ты сказал нет, это все-таки точно нет? Или может быть да? Это может быть да. Так, дайте мне кто-нибудь руку. В отдельных случаях. В отдельных случаях, да. Спасибо. В жизни, так вот здесь вот я пишу, значит, я пишу, что ты сказал да. В клипах своих ты часто дерешься? Да. Ну, особенно я покажу паранойю, там весь клип я дерусь, стреляю, убиваю, прям боевик. Так, а в жизни каким способом ты отстаиваешь свою позицию? Я тебе дам варианты. Ну, хотя можешь сразу сказать, каким способом? Ну, раньше дрался. О, даже дрался? Да, очень часто. А сейчас? Сейчас, ну, веду дискуссии, в силу, наверное, уже. Хорошо, но тогда больше. Все-таки можно сказать, что договариваешься или любым способом. Но надо добиться, значит, добьюсь. Ну, если надо добиться, то добьюсь, да. Прекрасно. Подогревал ли ты когда-нибудь себе слухи? Ну, однажды. Однажды, да. Однажды это было, потому что так надо было. Умеешь работать в режиме многозадачный? Да, в целом да. А легко извиняешься? Легко признаю свою вину, да. Когда последний раз извинялся? Ну, периодически это делаю. Раз, я думаю, в неделю точно. О, да? Я думаю, ты сейчас скажешь, в пять лет. Не-не-не, раз в неделю точно, потому что много косячу. А ты какой водитель? Спокойный или дерзкий? Более дерзкий. Ну, тогда я тебя поздравляю. В принципе, у тебя в ней совпало только два. А все остальное, да, ты отрицательный герой. Да, ну все. Да, молодец. Зовите, товарищи режиссеры, я готов. Слушаем супер-дуэт. Это Валерия и Стас Пьеха. Они там оба положительные герои, поэтому у них там все так скучно и неинтересно. Дочь пишет смс маме, куда-то там, в провинции, в Москве дочь пишет. Дорогая мама, деньги, которые ты мне перевела, так и не пришли, но уже кончились. А у нас сегодня в гостях Анатолий Цой. Ты в Москве живешь 10 лет. До этого жил в Казахстане. Да. Скажи мне, за эти 10 лет ты много работал и продолжаешь работать. Что у тебя уже, наконец, свое? Ой, много всего. Давай, перейдя. Записываем. Записываем, да. Сейчас налоговую, надо двери закрыть. Ну, кстати, я плачу налоги. Ну, тогда чего бояться? И сплю спокойно. Да. Да, за, ну, не 10, 9, если точнее. За 9 лет, не знаю, в Москве уже поменял машин 10, наверное. То есть машины свои? Да. Квартиру поменял тоже, три раза поменял квартиры. Ну, квартира тоже своя? Увеличивал. Или три квартиры? Нет. Увеличивал жилплощадь. Больше становилось квартир. Да, да, становилось больше. Начиналось все с однушки. Ну, понятно. Двушка, потом четырешка. Вот. Что? Ну, уже... Вашина своя, квартира своя? Да, во всех в пабликах уже написали, поэтому это не секрет. Купил себе в Дубае квартиру. Квартирку, класс. Да, и пока все это обсуждают, я купил уже еще одну. А еще в Дубае? Да. А почему две квартиры в Дубае и только одна в Москве? Да, еще одна в Турции. А, еще одна в Турции. В Турции, в Турции. Так, записываю. А где? А где? А где сейф? А в каком месте? Нет, я имею в виду... Квартиру в Турции, в Анталии. Да, Анталии. Ты любишь загорать, купаться. Ой, обожаю. Правда? Только пока еще не удается. То есть сейчас это больше как бизнес. То есть это инвестирует. Тогда надо в Сочи купить квартиру. Да там дороже, чем в Дубае. В Турции, митрия взятого. Так, это ж какая инвестиция? Она же растет и растет. Да. Она растет, но они все боятся. У меня просто родители купили тогда, когда еще нормально было. А теперь уже все думают, что она когда-то может. Эта цена снизится. И они тогда успеют. Но это без шансов. Самая большая мечта у меня открыть в Москве какой-нибудь крутой ресторанчик либо караоке. Очень хочу. Какой? Корейской кухней? Если ресторанчик, он будет, ну, будет, скажем так, паназиатская кухня. Паназиатская, да. То есть она будет очень такая своеобразная. Очень... Но с уклоном все-таки азиатским. А родители у тебя в Казахстане по-прежнему живут? Родители вообще у меня сейчас, родители живут в Бишкеке. Ну, то есть у нас вот такая жизнь. Мы очень много переезжали. И нас раскидало. Вот родители живут в Бишкеке. А ты их не хотел в Москву перенести? Брат с сестрой живут в Казахстане. Я постоянно всех тяну и брата с семьей, и сестру с семьей, и родителей. Они все не решаются. Я в нашей семье самый легкий на подъем. То есть, ну, вот я решил, собрался и поехал. Им нужно для этого время. Но я надеюсь, что в скором времени все-таки я их смогу перетянуть. Кроме инвестиций, на что больше всего у тебя уходит денег? Больше всего. Сейчас вот, правда, все деньги в бизнес. Последние три года очень сильно увлекся бизнесом. Мне это понравилось. И начал инвестировать в разные места. Вот заводить какой-то свой личный бизнес. Мне это прям очень по нраву. И вот все свободное время от творчества я занимаюсь бизнесом. Слушай, ну, а просто копить деньги умеешь? Ну, так заработал, сложил. Просто с этого все и началось. Я вообще с самого детства такой куркуль. Я все коплю, все копеечка, копеечки. Так меня... Даже не могу сказать, что меня так воспитали. Вот у человека либо это есть, либо этого нет. Потому что, вот, допустим, у моего брата и сестры родных, они не такие. То есть, они заработали, они потратили. Заработали, потратили. Благо, слава богу, нормально сейчас зарабатывают. И делают большие покупки сразу. Но я вот всю жизнь копил. И мне очень жалко распыляться, тратиться на какие-то ненужные мелочи. Я коплю, коплю, коплю. И потом покупаю что-то прям очень сразу серьезное. Мудро. Ладно, давайте послушаем группу «Винтаж» и Володю Преснякову. Правда, это будут два разных... Сой у меня в гостях. Он же Анатолий Сой. Еще раз здрасте. Я хочу с тобой поиграть. Так. Ты как вообще, любишь играть? Я люблю, когда я знаю правила игры. Значит, хорошо. Тогда я так скажу. Так мне интересно, понимаешь. Конечно, никакого экспромта. А здесь у нас экспромт всегда неожиданность. Я заметила, Толик, что у тебя очень много лирических песен. Это потому, что ты одинокий мужчина. Вот, иначе бы он как Преснякова сейчас вспоминали. Я же пошутил, я не одинокий. Все хорошо. А, ты не одинокий? Ты просто скрываешь счастье, люби тишину? Да. А, то есть ты скрываешь свою... Да, у меня... Девушку? Да, мне так очень комфортно. Ну, девушку. Да, девушку. Не парня. Это что вдруг ты... Нет, ну а почему? Сейчас такое-то в мире творится, что надо на всякий случай, чтобы с человеком понимать, как общаться. Ну, все, все запомнили, все услышали. Девушку скрывают. Да, я не скрываю, просто... Ну, просто счастье, люби тишину. Да, абсолютно точно. Значит, так, вот ты любишь, тем не менее, петь лирические песни, потому что у тебя такой характер. Значит, я тебе предложу перепеть три супер лирических песни. Держи, пока не открывай это. Не открывай. Вот эти песни. Вот смотри, значит, первые у нас будут... Три песни. Дима Билан, «На берегу неба». А потом у нас будет моя любимая песня Филиппа Киркорова. Просто подари, мне кажется, ну, просто... Очень лирическая. И, наконец, на десерт... Да. Да, дискотековая, если хочешь остаться. Если хочешь остаться. Вот. Значит, в этой коробочке красивой, я ее сама открою, чтобы ты не подглядывала. Ты еще в очках, у тебя четыре глаза. Значит, ты вытаскиваешь. Я тебе приготовила пять стилей. Народный, джаз, опера, рок и рэп. Так. И первую песню ты сейчас тянешь с закрытыми глазами бумажку. И мы узнаем, в каком стиле ты поешь. Главное, чтобы не народный. А оригинал-то будем слушать? О! Сейчас. Это будет что? Опера. Опера. Подходит. Давайте послушаем, чтобы мотивчик-то запомнил. Поехали. Да, конечно, я знаю эту песню. Поехали. Выключай музыку. Тише. Опера. А капельно пою? Да. Давай. Давай. Вдаль, унесенные ветром чувства останется где-то на берегу неба. Аплодисмент. Это была корейская опера. Я, кстати, занимался в детстве академом. Прекрасно, это заметно. Давай следующую. Теперь у нас пойдет Киркоров с закрытыми глазами. Достаем. Киркоров, поехали. И это будет стиль. На, почему народный? Потому что это Киркоров. Полнородный. Давай послушаем оригинал. Просто подари мне один только взгляд. И волшебный свой поцелуй подари. Филипп Педрос. На паузу. Давай, поехали. Стану богат. Богаче, чем все паренцы, да все короли. Но это тоже получился. У тебя все-таки корейский народный стиль. И, наконец, дискотека «Авария». Если хочешь остаться. Так, поехали. Это рэп, естественно. Так, слушаем. Да, оригинал. Ну что, рэп не совсем мой стиль, но я попробую. Ну, давай. Если хочешь остаться. Останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах. Давно за 12, а ты еще в гостях. Ты думаешь остаться. Так останься просто так. Молодец, аплодисменты. Ты справился с этой задачей. В принципе, если отключается свет на концерте. Да, можно. Я предлагаю тебе взять это на вооружение. Хорошо. Анатолий Цоевый у меня в гостях. Да, привет. Так, ну что. Я хочу сразу у тебя спросить. Какие у тебя планы до конца этого года? Что нужно успеть сделать? Я поняла, что ты планируешь. Ты вообще хороший мальчик. Но самое главное, это то, что завтра выходит долгожданный клип на трек-лавочке. Ой, как классно. Где смотреть? Смотреть на всех цифровых площадках, ну и, конечно же, на всех музыкальных каналах. И очень радует, что сегодня вот мы запремьерили трек на русском радио, а завтра выходит официально клип. Это очень здорово. Поэтому все смотрите. Завтра уже все будет в эфире. Надеюсь, он вам понравится. Потому что такая интересная работа. Впервые я был за кадром и появляюсь там в конце клипа. Всего лишь у меня небольшой фрагментик. Там актеры у тебя играют? Там играют профессиональные актеры. Вы сейчас все расскажете. Да, да, да. Ну и хорошо, конечно же, это эксклюзив. Там очень классная история, которую нужно посмотреть обязательно и вспомнить себя. Потому что каждый в своей жизни с таким сталкивался. А скажи мне, какие еще у тебя важные планы, которые ты вот в этом году запланировал? Но самые большие планы в этом году, это осенью, все-таки уже сделать этот тур, который мы переносим еще со времен пандемии. Это очень сложно, как оказалось. По факту мы думали, что сейчас махнем и все быстро сбудется. Нет, очень много сложностей. И очень много людей пишут с разных стран, с разных уголков мира, что очень хотят попасть на концерт. Совсем скоро все будет. Я вам обещаю, мы работаем в этом направлении. Я не сплю ночами и очень верю, что совсем скоро мы отправимся в тур и увижусь с каждым из вас. И попоем все классные песни. Я не сплю ночами. Это кто только что слушал все наше шоу. Я не сплю ночами. Я смотрю фильмы. Потому что, да, я смотрю фильмы. Я смотрю хорошие фильмы. И сериалы. Спасибо большое. Это Сой сегодня был вместе с нами. Огромное спасибо. До скорой встречи. Надеюсь, перед осенним туром ты придешь ко мне в гости с новой песней. И мы опять запремьеримся. Обязательно. Ну а с вами, друзья, я прощаюсь до завтра, до 7 часов вечера. И оставляю вас в компании с Иваном Славьевым. Пока. Вечернее шоу Аллы Доблатовой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова